Совещание Здравствуйте! Может ли совещание быть неэффективным и как это доказать? Попробуем ответить на этот вопрос с психологической точки зрения. Для начала ответим, сколько стоит одно совещание? Представим, что у нас в подразделении служат 50 военнослужащих, которые в пятницу обязаны отложить все дела и собраться в клубе на совещание. Обычно где-то минут за 15 до выхода на совещание народ уже сворачивает работу и начинает к нему готовиться. Перекур, туалет, дойти, подождать прихода начальника и так далее. На само совещание пусть уйдет по минимуму минут 30, что бывает очень редко. После совещания прибавляем еще минут 15, опять же дойти, покурить, попить чай, перетереть с кем-нибудь, кого давно не видел и так далее. Итого, общие затраты времени 1 час. Умножаем это время на количество задействованного личного состава, получаем 50 человек часов. Если разделим эти часы на 8, то получится одному из 50 военнослужащих можно было бы дать 6 дней с копейками отгулов, если, конечно, не проводить совещание. По изучению сайта можно прикинуть, что денежные довольствия военнослужащих в 2018 году колеблется в районе 32 тысяч рублей. И проведя нехитрые подсчеты, получаем сумму около 9,5 тысяч рублей. Столько стоит одночасовое совещание в неделю с 50 военнослужащими. Теперь по самому совещанию. В Википедии на этот счет написано, что это заседание или собрание, посвященное обсуждению каких-либо вопросов. 2. Эффективное совещание. Имеет преимущественную форму диалога. Оно должно положительно скалываться на состоянии военнослужащих. В ходе такого совещания проясняется обстановка. Выявляются причины следственной связи и закономерности, перераспределяются ресурсы и т.д. Одновременно участие личного состава в обсуждении проблемных вопросов стимулирует переход на более высокий уровень развития группы. Ну и конечно, происходит обмен ценностями и идеями между различными категориями военнослужащих, что делает их ближе к друг другу. Неэффективное совещание. Это больше частью монологичная форма, при которой вопросы не обсуждаются. И наличие этих вопросов вообще не приветствуется. И вообще вопросы не задаются. Такое совещание может повысить напряженность и тревожность, стимулирует переход на более низкий уровень развития группы и дистанцирование различных категорий военнослужащих относительно друг друга. Что и как замерять. Вариант 1. Просим военнослужащих перечислить, какие ассоциации в них вызывает слово «служебное совещание». Это самый наглядный способ, людям он нравится, так как не очень трудозатратен. Далее, через контент-анализ выделяем категории и описываем результаты. Очень симптоматично выходит, но сложная и кропотливая обработка. Вариант 2. Оцениваем семантическое значение для военнослужащих такого понятия, как служебное совещание. Используем для этого методику семантического дифференциала. Выявляем установки военнослужащих на такое явление в воинской жизни, как служебное совещание. Вариант 3. Конечно, тестовые варианты. Тут можно попробовать, например, применить методику САН. Но обязательно это нужно сделать сразу по окончании совещания. Целесообразно замеры сделать в двух группах. У тех, которые были на совещании, и тех, которые в этот момент на совещании не были. Вариант 4. Определяем при помощи специального прибора уровень шума от аплодисментов в честь докладчика, который вместо 40 минут выступил 5. Как доказывать эффективность? Используем мат-статистику. Можно корреляционный анализ и определить степень взаимосвязи между затраченным на совещание время или условной его ценой, с особенностями его восприятия, с выраженностью установок и т.д. Можно получить примерно вот такие вот результаты. Второе. Можно использовать критерии различий, где мы можем попробовать сравнить военнослужащих. Те, которые были, и те, которые не были. Или военнослужащих в одном подразделении, где проводится часто совещание, с военнослужащими в другом подразделении, где проводится редко. Думаю, есть еще много разных вариантов. Это лишь те, которые лежат на поверхности. Ну а выводы? Думаю, вы и догадываетесь, какие они могут получиться. Но все же не лишним будет их проверить. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok